всем привет друзья вы на канале вязание не только меня зовут алена сегодня я хочу показать вам мою неожиданную внеплановую покупку так как я уже неоднократно говорила в своих предыдущих видео что я пряжу пока последнее время не покупаю и не планирую покупать потому что у меня достаточно обширные запасы как моточной так и бобинной пряжи но случилось непредвиденное конечно я уже давно занимаюсь вязанием и веду свой канал в youtube почти четыре с половиной года поэтому естественно все мое окружение родные близкие друзья знакомые соседи они знают что я вяжу что я занимаюсь вязание и так получилось что одна моя знакомая позвонила и говорит слушай у меня тут по соседству женщина в общем видимо раньше вязала я не знаю или кто-то у нее из родных вязал я тоже не могу вам сказать я не уточняла в общем любом случае соседка спросила у нее нет ли у нее в каких-то знакомых кто хотел бы допустим купить вот остатки пряжи я горю какие остатки пряжи на какие-то бобины это уже интересно бобины это уже интересно вот чисто символическая цена и в общем я говорю ну что беру не глядя что там за бобины на где я не знаю она принесла сумку я говорю ну хорошо берем не глядя в общем взяла что называется кота в но когда я эту пряжу забрала у своей знакомой я была более чем довольна даже от некоторых артикулов восторге и даже две бобины меня очень очень удивили потому что они 1988 года в общем что называется я приобрела раритет в общем вот это две бобинки я потом их вам покажу поближе так вот с чего мы начнем давайте по порядку что я тут приготовила сразу в общем я потом покажу вам образцы даже вчера связала образец потому что мне так было интересно что это за пряжа как она будет после стирки значит самая большая бобина это вот такая бобина королевско синего цвета обалденный цвет очень тяжелая полная здесь ничего видите совершенно и абсолютно никаких указаний ничего нет я думаю что это возможно какая-то хлопоковая ниточка со стретчем почему со стретчем потому что она очень хорошо тянется сейчас я вам покажу смотрите очень она прям пружинит как резиночка вот очень хорошо и она неоднородная смотрите вот идет такая потом снова раз колобочек потом снова ровненько и потом снова какие-то утолщения и так вся бобинка ниточка тоненькая если вязать в одну нить то это наверное на спицах полтора или два если вязать в 2 нити то можно уже вязать на спицах номер 4 даже 4 возможно 25 или четыре с половиной смотря конечно какой там узор или что-то еще но так как ниточка стречивая такими вот неоднородными такими вкраплениями можно связать летний топик очень хорошо наверное будет держать резинку я не знаю я не пробовала из этой пряжи образец вязать но я подразумеваю что какое-то летнее изделие может быть даже какое-то такое платье тоже резинка или каким-то узором которое будет хорошо очень пружинит смотреться думаю что будет хорошо вот вся ниточка хорошая я посмотрела дно пряжи вы когда покупаете бобинную пряжу кстати хочу сказать у меня был случай я купила пряжу тоже по-моему я не помню ли на сайте ebay или где я взяла в общем с виду была пряжа хорошая когда я перевернула было видно что она в некоторых местах была разорвана порвана или может быть это какие-то повреждения или от моли или что-то еще и вот теперь если я где-то покупаю бобинную пряжу у меня есть возможность ее посмотреть я всегда бобину переворачиваю и смотрю чтобы здесь все нити были ровные и сверху чтобы они тоже были не повреждены ну конечно если вы покупаете через интернет то такой возможности нет посмотреть ну во всяком случае если есть право возврата то можно потом вернуть вторая большая бобина тоже достаточно большая это вот такой цвет болотный с какими-то такими знаете я не знаю сера золотистыми вкраплениями вот вот сейчас передается через камеру один в один цвет вот так она выглядит вот тоже состава нет конус пластиковый здесь видимо вот была наклейка или она отвалилась или ее просто убрали вот здесь тоже в хорошем состоянии вся бобина немножечко здесь она такая знаете видимо туда-сюда с места на место перекладывали она немножечко запуталась здесь ниточка надо распутать я ее не трогала у меня складывается впечатление что здесь из-за того что здесь вот такой вот пушок есть ведь может быть содержание шерсти и я уверена что здесь сто процентов есть льняная нить потому что есть определенная жесткость и я уже посмотрела вот такие вот всякие какие-то знаете как с растений вот такие ну какие-то мусоренки вот такие вот здесь присутствуют вот поэтому в общем вот такая бобинка тоже очень большая то что я состава не знаю меня это никогда не пугало мне наоборот даже очень интересно попробовать из этой пряжи связать что-то если не из одной этой пряжи значит ее возможно куда-то смиксовать и могу сказать за все то время которое я покупаю бобинную пряжу даже где не указан состав я ни разу в этой пряжи не разочаровалась ни в какой ни разу и для смесовки шикарно и просто вязала например только с одной какой-то нить да там в два в три сложения никогда меня пряжа не разочаровывала вот здесь немножечко запутались ниточки но давайте просто вот возьму так вот чтобы вам показать так 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 где тут кончик немножко запутался ладно в общем ниточка очень тоненькая если вязать в одну нить то можно вязать крючком например номер 2 вот такая вот это приблизительно знаете я бы сказала где-то наверное 500 600 метров 100 граммах если взять в две нити вот то можно уже где-то на три с половиной такую ниточку вязать вот видите она такая легкий меланжевый эффект но вообще по своему цвету это ну такой прям болотный насыщенный красивый болотный цвет потом надо будет мне перемотать это все аккуратненько в такие уже маленькие моточки на моталке и тогда уже можно будет в 2 ниточки к примеру взять в 4 ниточки к примеру взять или смиксовать с какой-то пряжей вот такая бобинка значит показываю думаю вам будет интересно особенно кто любит бобинную пряжу любить любителям бобинок как я я тоже очень люблю бобинную пряжу потом далее вот такая еще бобинка была тоже мне очень понравился цвет этой нити слегка жесткая ниточка скорее всего и чуть-чуть блеска думаю что здесь и вот на бобине вот такой немножко легкий легкий такой пушок здесь есть этикетка я покажу вам но тоже особых каких-то камера не хочет фокусировать особенных каких-то обозначений по составу нет поэтому я ничего вам сказать не могу по толщине нить приблизительно 800 900 метров 100 грамм а где-то вот такая тоненькая ниточка то есть можно вязать крючком если в одну ниточку вязать это где-то ну крючок 175 я бы так сказал оптимально или если например вязать на спицах можно не знаю может быть шаль какую-то связать очень тонкую красивую вот то можно взять уже в две ниточки в две ниточки можно уже на спицах три с половиной вязать вот это меланж такой ведь и вот такие цвета хорошо очень передается здесь какой-то такой голубой вот немножечко оттенок есть вот очень хорошо вот здесь видно нежно кофейный чуть-чуть вкрапления черного цвета и легкий блеск скорее всего может быть здесь какой-то процент есть вискозы возможно какой-то небольшой совсем небольшой процент может быть шерсти но остальные наверное волокна я думаю синтетически или полиакрил или акрил вот но обязательно конечно же что-то придумаю теперь классные две бобинки просто обалденные вот такие это ли он потому что они абсолютно одинаковые только разного цвета здесь цвет такой вот ведь вот кофе с молоком такие тоже крапушки вкрапления неоднородная такая ниточка вторая ниточка такая же нежно вот сейчас на камере она прям нежно нежно мятовая на самом деле она на самом деле она все-таки больше мяты но но не такая нежная не такая прям светлая здесь вот что на этикетке тоже неизвестно это оригинальный конус или нет или намотка просто а здесь вот пожалуйста у нас акрил хлопок и здесь написано line in то есть ли он это на немецком означает и здесь написано 800 метров 100 граммах и даже смотрите написано цена 100 грамм значит нет 100 грамм да все правильно dm еще дочь марки стоит 460 вот просто она видите здесь как-то все непонятно размытое поэтому на свет не не это не очень хорошо читается но вот зато здесь написано пожалуйста и толщина нити даже цена сохранилась еще старая но если dm у нас это было до 2000 года поэтому тоже это пряжа наверное еще тех времен скажем так вот такие две бобинки вот немножечко бежевого побольше а вот мятного немножечко поменьше ну или можно сказать почти одинаковые они замечательные такие две классные бобинки цвет приятный вообще здорово так дальше тоже в хорошем кстати состоянии все ровно все нигде не не повреждено дальше три такие бобины серого цвета видимо это какой-то был может быть или подмот или что-то еще так на этой бобине у нас даже есть здесь этикетка и написано 60 процентов полиакрил и что у нас тут 40 процентов шерсть шурволи вот написано 40 процентов шерсть вот очень ну мало как бы ниточек да здесь буквально если может быть но и знаю в носки тоник это тоненько очень ниточка здесь ну по меньшей мере я не знаю полторы тысячи метров 100 граммах очень тоненько это так на подмот где-то в носочки добавить может быть в пяточку в носочек где-то в подошву в общем так для тепла потому что здесь содержание шерсти вторая вот такая серая бобина здесь совсем ничего не написано вот так вот и здесь смотрите 1974 год вы можете себе представить я не могу сказать еще раз да или это просто конус 74 года или конус вместе с пряжей то есть вот вот тут вот можно только догадываться но это это вообще-то я не знаю такого у меня мне кстати приносили я как-то показывала да тоже мне приносила знакомая тоже от кого-то такие бобины на деревянных старых таких конусах это вообще даже не знаю какого года никто не знает как о 60-х 50-х вот 74 судя по тому какая такая намотка прям знаете плотная и ниточка то я подразумеваю что это скорее всего стопроцентный хлопок потому что все-таки когда немножечко полухлопок то ниточка более мягкая то есть если допустим ну 50 процентов хлопок или 50 процентов полиакрил то нитка более мягкая здесь прям знаете хорошо так намотано но тоже если это хлопок тоже можно где-то в подмот или что-то еще причем цвет смотрите какой хороший можно вместе сочетать следующая бобинка это однозначно здесь вискоза потому что есть блеск ведь вот такой вот блеск вот гладкая ниточка очень здесь тоже не так много на конусе здесь есть правда этикетка но состав пряжи не указан здесь так вот и все в хорошем в отличном состоянии замечательно вот где-то смотрите для блеска может быть да где-то на шаль добавить или в какую-то кофточку прекрасно в общем вот такие еще у меня бобинки что еще я вам не показала значит вот еще так я наверно то что показала вам сторону отодвину немножечко чтобы место не занимала так вот 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 такие вот еще это пряжа я не могу вам сказать здесь скорее всего хлопковая ниточка и что-то еще потому что она такая прям мягкая мягкая и так как-то в руке вот я держала и так и так пробовала она достаточно мягонькая это тоже очень тоненькая ниточка здесь тоже приблизительно 1600 метров 1800 метров в 100 граммах и здесь я посмотрела это бобинка внизу она нормальная вверху нормально но вот здесь где-то вот видимо знаете даже это может быть я не могу сказать что это моль потому что если была бы моль то она была бы изъедена местами а здесь просто вот с краю да вот например ниточка оборвана или видимо как-то со временем просто где-то повредилась вот именно здесь с краю ну так в общем и в целом все хорошо тоже на конусе никаких данных ничего нет сейчас кто-то скажет алена зачем покупать такую старую пряжу и все остальное ну во-первых пряжи много не бывает она не помешает но я думаю что если бы вы были на моем месте я думаю что вы бы тоже от такого не отказались за чисто символическую цену купить вот такие прекрасные замечательные бобинки хотя конечно я покупала кота в мешке я особо не знала что это ну знаете как уже за такую цену я ничего много не потеряла бы даже если бы это пришлось бы может быть все как-то раздать или 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 просто выбросить здесь следующая бобина вот такой вот артикул не знаю такая наклейка что это откуда тоже здесь у нас не написано состав и не указано что это за ниточка но тоже очень очень тоненькая ниточка это такая тонкая нить что здесь ну нереальная просто тонкость я думаю что здесь скорее всего 2000 вот смотрите ее просто не видно здесь скорее всего 2000 метров 100 граммах может быть вот я так особо не разбиралась здесь но нет здесь не написано ничего в общем это такая прям полная бобинка тоже состав не могу вам сказать но судя по жесткости однозначно здесь в составе хлопок может быть это хлопок где-то процентов 70 хлопок может быть что-то еще добавлено ну ниточка смотрится хорошо может быть даже и капля какая-то шерсти есть потому что я смотрела на эту пряжу знаете вот здесь вот такие вот ворсинки небольшие легкая такая ворса есть вот тоже где-то где-то в под мод всегда можно такую пряжу использовать всегда и кстати мне вот очень часто мои бобинки помогали знаете возьмешь моточек нити и именно в моточке до начинаешь вязать образец как бы у тебя картинка одна в голове на самом деле потом эта картинка не складывается то есть видно что ну как-то ниточка бывает даже иногда нет не такая фактурная как ты ее представлял именно в узоре или что-то еще и тогда вот на помощь буквально вот может быть две-три нити вот такой вот тоненькой ниточки до тоненькой бобинной пряжи если по цвету замечательно подходит смиксовать и получается знаете даже очень неожиданный такой приятный хороший результат который очень радует следующая бобинка следующий лот который мне достался да можно и так сказать значит здесь вот такая бобина здесь есть у нас обозначение все то есть опять-таки не могу сказать или это родной конус от этой пряжи или это просто на этот конус была намотка но здесь в любом случае написано 40 процентов мериносовая шерсть 20 процентов хлопок и 30 процентов акрил здесь 740 метров 100 граммах получается вот и вот такая вот ниточка тоже меланжевая но достаточно такая интересная приятная обыскана знаете на бруснику немножко как-то похоже не знаю что то такое фиолетовая как лаванда немножко в общем вот тоже в хорошем состоянии бобинка и здесь ну конечно на пол полноценное изделие не хватит только если в подмес потому что в одну ниточку вязать это только если крючком если вязать спицами в две нити то еще раз повторюсь на полноценное изделие не хватит но возможно хватит на детское изделие или может хватить к примеру на пару тройку шалей может быть каких-то таких воздушных что-то вот или опять-таки подмешать единственная бобинка которая немножечко была повреждена эту вот капельку вот здесь вот сверху опять-таки не могу сказать что это скорее всего просто зацепили порвали нить вот и здесь у нас вот такая этикетка пожалуйста вот 14 на 2 это значит 700 метров 100 граммах здесь получается жестковатая ниточка такая жестковатая можно было бы предположить что этот вид но это не твит твит более сухой здесь я все-таки предполагаю что шерсть составе есть ну а все остальное может быть акрил или полиакрил вот и две бобинки которые я вам говорила 88 года потому что на них написано что здесь 88 год здесь вот партия внизу если вы видите самая последняя строка написано 6 7 88 камера не хочет вот 6 7 88 видите здесь у нас ничего тоже по составу не написано то есть мы не видим ничего состав единственно написано что по нити 32 и 2 то есть мы большое число всегда делим на меньшее число и у нас получается метров грамма я такую бобинку никогда не встречала потому что ниточка нереально мягкая посмотрите она такая пушистенькая она очень очень мягкая на такая очень приятная у меня есть мериносовая шерсть бобины есть стопроцентная мериносовая шерсть есть со смесовочками но все равно как-то это пряжа эти ниточки они выглядят по другому а вот это нить ну не знаю она прям такая какая-то вот знаете я бы сказала если бы я была уверена но я не уверена конечно что может быть здесь даже какой-то ну не знаю минимальный может быть процент даже и кашемира есть не знаю я не буду сейчас фантазировать себе придумывать да что здесь что-то такое вообще нереальное кашемир или тут может быть на шелке или тут пух верблюжонка или что-то еще не знаю может быть это просто мериносовая шерсть здесь какой-то смесовочкой вот но в любом случае ниточка очень тоненькая и если вязать то вязать только лишь в четыре нити начиная начиная от сложения в четыре нити и у меня было таких две бобины они абсолютно были одинаковые здесь точно такая же видите точно такая же этикетка вот написано единственно вот видите филатура диана ну то есть это итальянский производитель вот и они были две одинаковые я одну смотала чтобы можно было мне очень хотелось попробовать повязать что это вообще за пряжа как она будет смотреться мне очень понравился этот цвет он сейчас показан знаете на камере как-то вот непонятно на самом деле он он нежно нежно розовый он такой приятный розовый с такими нежно серыми вкраплениями а здесь вот это вот пряжа она такая больше серая и здесь практически нет никаких вкраплений все-таки вот это она более как меланжевая выглядит ниточка видео даже по ней видно серые и как бы розовая да здесь здесь просто серый может быть немножечко с темно-серым вот и что я сделала я перемотала вот эту бобинку мне очень хотелось попробовать я перемотала на моталке я сделала два вот таких моточка и взяла с одного мотка внешнюю внутреннюю нить из другого мотка внешнюю внутреннюю нить у меня получилось нить в 4 сложения и я вязала на спицах номер три это что-то невероятно мягкая я не знаю может быть здесь в составе вот например альпака может быть тоже может это совсем не кашемир может просто это очень очень хорошего качества альпака да она тоже очень нежная и мягкая вот и мне понравилось во первых как легли петельки я была очень удивлена что практически не видно рядности очень мягко вот видите вот такой пушок я постирала хорошо постирала причем чувствовалась пропитка потому что когда я стала вот этот образец мочить водой то намочила он не сразу воду в себя все впитал то есть чувствовалась пропитка такая я хорошенечко постирала мылом прям потерла хорошо чтобы эта пропитка ушла и смотрите мне понравилось что здесь у нас петелька в петельку вот просто фантастика мне так понравилось я слегка только слегка чуть-чуть так паром прошлась чтобы не закручиваясь так как видите я образец вязала просто лицевую гладью тут никакие я не делаю ни узоры не дырочки ничего просто сделала лицевую гладью то я набрала вот у меня 30 петель и связала буквально 5 сантиметров в высоту спицы номер тройкой вот четыре сложения вот это вот ниточка очень-очень мне понравилось очень друзья если если бы ну вот если рискнуть то можно даже сказать что хватит вполне вот этой бобинки на какой-то легкий джемперок я очень хотела бы себе связать вот на зиму просто легкий джемпер уверена что он будет теплый потому что ну хотя я и не знаю что здесь составе но думаю что что-то натуральненько и все-таки здесь есть поэтому в любом случае будет тепло и самое главное очень приятно и комфортно к телу настолько приятная вот этот образец мягенький мягенькая ниточка что я просто друзья в восторге и меня совершенно не смущает что это пряжа 1988 года это в идеальном просто в идеальном состоянии пряжа в идеальном состоянии бобины не повреждены никаких пятен не выгоревшая пряжа какая-то там от солнца или от света ничего то есть пряжу хранили хорошо видимо в специальных может быть пакетах там я не знаю с лавандой может быть что-то еще но в любом случае все прекрасно замечательно сохранилось но вот кроме этой бобинки говорю здесь вот какие-то ниточки но ничего это тоже все можно как говорится перемотать потом и устранить эти недостатки вот друзья поделилась я с вами порадуйтесь за меня моей вот такой шикарной покупки но я говорю я уже вот я вчера связала этот образец я второй день я хожу я все этот образец глажу и глажу мне просто нереально нравится очень очень мягкий почему я все-таки уверена что здесь какой-то натуральный состав у меня есть пряжа я покупала от фирмы drops альпака она тоже нереально мягкая но она знаете она такая здесь мягкость немножко другая на такая мягкая и она даже я бы сказала такая гладкая прям совсем да а вот эту пряжу если взять она очень мягкая но я бы не сказал что она прям такая вот гладкая то есть она такая с пушком немножко может быть даже какая-то такая жесткость присутствует в общем или меринос или альпака или может быть даже кашемир не знаю ну будем вязать будем носить и все будет замечательно главное чтобы было тепло красиво и чтобы мне это нравилось теперь друзья я хочу рассказать вам по сумке вы вчера написали мне очень-очень много комментариев на мое видео и позавчера когда я видео выставила и сейчас давайте я вам все расскажу по сумке значит друзья теперь по поводу сумки во-первых хочу вас всех поблагодарить от всей души за ваши комментарии очень очень было мне приятно читать ваши комментарии очень было мне приятно знать что вы неравнодушны к моему творчеству что вы очень внимательны очень много поступило и мнений и советов и разных интересных даже лайфхаков я сейчас вам все расскажу но в любом случае друзья я благодарю вас и на чем мы остановились 99 процентов написали далее на бамбуковые ручки сюда ну никак совсем никак во первых и по цвету не особо подходят и по структуре не особо подходят и в общем-то делают конечно же сумочку чересчур простой если бы кстати многие написали что может быть если бы из другой пряжи было связано не с такой фактурной не с такой жесткой которая вот держит так хорошо форму и по цвету дату может быть это бы и подошло но все-таки очень многие написали что пряжа хорошего качества шнурок хорошего качества и эти ручки сюда никак то есть мы их отметаем с вами да так сказать теперь по поводу вот этих ручек мнение разделились значит многие написали что да ручки хорошие имели бы они место быть к этой сумочке конечно если бы были другого цвета до их можно также сделать но это не идеальный вариант друзья также как я говорила вам тоже что мне все таки если выбирать из этих двух ручек вот эти нравится больше хотя конечно они не идеальны и также 90 процентов моих зрительниц тоже самое написали мне это было очень приятно что вы также с таким же мнением как говорится откликнулись многие значит написали значит ну это как пожелание такие советы были кстати тоже очень большое спасибо многие написали алена если бы была еще такая пряжа допустим да то можно было бы эти ручки к примеру вот здесь в верхней части обмотать именно вот таким цветом шнура например серым но естественно не белым потому что ручки белая но понятно да они через неделю будут уже черные вот и вот таким цветом к примеру таким цветом или или даже вот таким вот темным здесь вот ближе к донышку то это было бы прям ну не идеально но все-таки был бы такой более гармоничный вариант значит одна зрительница написала вообще лайфхак просто алена купите спрей да и серый и серым спреем побрызгайте ручки ну и чтобы они вот в этом месте как бы не красились да то еще раз повторюсь была бы такая пряжа значит обмотать просто здесь этой пряжей и как бы была бы и защита что этот лак бы спрей бы не слезал и в то же время естественно это была бы очень хорошая гармония да вот но почти значит 80 процентов всех зрительниц написали алена не первый вариант не второй вариант не подходит давайте ищите третий вариант вот на чем я и остановилась друзья значит первый и второй вариант отпадает и я в интернете буду искать другие ручки очень многие из вас написали алена если вы будете действительно делать хорошую добротную сумочку с подкладом то может быть есть вариант приобрести кожаные ручки как-то на заклепках до прикрепляются кожаные ручки я тоже об этом думала но к сожалению пока в интернете я не нашла также некоторые мои зрительницы в instagram мне давали ссылки на аккаунты где можно купить ручки но друзья так как я живу в германии я не могу ни из украины не из какой-то другой страны заказать себе ручки потому что ну ручки мне тогда будет по меньшей мере золотые очень мне понравились ручки пластиковые прямо такие вот добротные квадратные такие квадратные пластиковые хорошие ручки таких вот это был бы конечно тоже очень хороший вариант многие написали алена может быть металлические ручки допустим так такого стального цвета сюда вы подошли тоже хороший вариант или может быть есть какой-то вариант и пластик но сделано так или покрашена так что как будто под металл тоже буду смотреть в общем друзья да я согласна с вами я за третий вариант так же как и вы поэтому буду что-то искать более подходящее в интернете а потом уже буду решать какой будет подклад вы знаете подклад это дело десятое в любом случае вот такую вот серую подкладочную ткань всегда можно купить тут буквально мне понадобится я не знаю ну полметра наверное достаточно будет для этой сумочки поэтому это уже наименьшее как говорится проблемы но не то что проблема заботы да вот и все-таки сейчас нужно найти для начала подходящие ручки далее очень многие из вас написали алена конечно помпон это хороший такой декор для сумочки но естественно для сумочки которая связана и шнурка более летняя сумочка этот вариант не подходит потому что он бы лучше бы смотрелся например на кожаной сумочке или какой-то может быть черной трикотажной сумочки да ну вот к этой сумочке никак соглашусь с вами это просто у меня такие раздумки были я с вами поделилась а в начале когда в словении мы были я говорила вам что я специально оставила вот эти остатки чтобы сделать кисточку и многие из вас тоже написали алена кисточка все-таки будет идеальный вариант но я пока кисточку делать не буду почему потому что мне нужно посмотреть какие будут ручки и как они будут крепиться понимаете чтобы не получилось так что где-то как-то у меня будет какая-то несостыковка ру в общем все дело в ручках сначала будут ручки а потом будет все остальное в любом случае у меня остались вот такие вот остаточки которых я надеюсь на кисточку хватит даже если их на кисточку не хватит можно посмотреть может быть пару там ниточек каких-то другого цвета или другой пряжи как-то даже может быть смиксовать и сделать длинную красивую кисточку одна зрительница мне еще написала такая идея взять из этих шнурочков вот эти такие толстенькие шнурочки и сплести косичку косичку и внизу оставить хвостик и можно даже эту косичку либо как брелок либо прям даже по шву вот так здесь закрепить тоже вариант надо смотреть друзья может быть это тоже очень интересный вариант какая-то аппликация но честно говоря не хотелось бы мне сумку как-то нагружать что-то сюда лишнее лепить но как вариант нужно смотреть поэтому друзья всех благодарю от всей души я благодарю вас за ваши комментарии за ваше мнение что вы поделились также своими идеями со мной поделились спасибо вам большое буду искать ручки потом буду думать дальше может быть кисточка может быть кисточка с косичкой может быть как-то в общем как-то посмотрим спасибо большое что вы верите в меня потому что очень многие написали алена мы вас верим вы творческая душа творческая личность и обязательно что-то придумайте интересное будем надеяться друзья тоже на это очень надеюсь вот в любом случае сумочка готова и она мне нравится я уже вам говорила по форме по всему кстати пользуясь случаем вспомнила друзья хочу вам сказать пожалуйста в магазине и мезинк вул сейчас распродажа летняя распродажа пряжи и очень многие артикулы летней пряжи с 20 процентной скидкой в том числе и вот это пряжа которая называется как мне правильно написали треча треча надо правильно говорить это итальянское слово и означает в переводе коса косичка вот поэтому друзья спасибо вам большое спасибо вам за ваше внимание спасибо что смотрите мои видео спасибо что делитесь со мною своими мнениями очень мне это приятно очень мне это порадовало я все все ваши комментарии все ваши советы идеи все прочла и буду с вами делиться дальнейшими продвижениями и моими какими-то новостями именно вот в отношении вот этой вязаной сумочки кстати напишите мне пожалуйста в комментариях хотели бы вы мастер-класс потому что но вы понимаете да что сумочки я эти ручки для сумочки я куплю не завтра подклад и все остальное то есть пока сумка у меня будет в готовом виде это пройдет какое-то время у меня поэтому кто очень хочет кому ну хотелось бы связать сумочку причем здесь я уже говорила да друзья здесь в общем-то основа это дно вы свяжете дно потом вы вяжете сумочку если у вас более мягкая пряжа или у вас достаточно даже пряжи более жесткой то вы можете сразу связать и из сумки ручки то есть очень часто обвязывают и здесь оставляют прорези и получаются ручки либо ручку вяжут вот здесь сразу с полотном длинную чтобы была через плечо то есть варианты тоже есть поэтому вы мне скажите если хотите то я постараюсь на днях тогда сделать мастер-класс как вывязывать вот это донышко и потом уже как увеличены вы хотите и как потом выходить наверх то есть вот или если не надо то я просто в каком-то из последующих видео просто вставлю вам схему кто умеет сам вязать пожалуйста поэтому друзья на этом все сумкой решено будет третий вариант и мы с вами увидим какой вариант это будет поэтому на этом свое видео хочу закончить благодарю вас от всей души желаю вам приятных выходных замечательного дня побольше времени на любимое хобби приятных покупок и до новых встреч